Всем доброго времени суток! С вами Сэллитмашика, и сегодня я хотел бы поднять очередную смежную тему, в этот раз насчёт банджи. Создатель Destiny снова устроил увольнение, домой отправили 220 лет, ещё 155 собираются отправить на работу в Sony, и человек 40 будут создавать свою студию в рамках Sony для реализации некой экшен-игры в новой вселенной научной фантастики. То есть было 1300 кадров, сейчас осталось больше 850, которые работают на Судьбины и Марафоном. Несмотря на общий успех финальной формы, как новейшего дополнения, утечка игроков наблюдается крупнейшая за всю историю второй Судьбины. Лично у меня тоже не было желания заходить после изначального релиза. Новый формат эпизодов всё ещё попахивает старыми сезонами, да и в целом люди начинают отходить от франшизы после финала этой саги Света и Тьмы. Будущее игры тоже неизвестно. Показали нам нечто под названием Рубежи для следующего года, якобы для расширения мира игры. Но с этими новостями про увольнение и сокращение трудно ожидать полноценное дополнение. Насколько я видел, их теперь даже не дополнениями называют, а наборами контента. Среди причин таких сокращений называют введение нескольких инкубационных проектов, среди которых был и некий отдельный проект по Судьбине с кодовым именем Payback. Конкретно эту штуку описывают как игру от третьего лица, где дают исследовать открытый мир. Есть кооператив, сражения с монстрами, знакомые персонажи и головоломки. Заимствовали тут элементы Варфа и Геншина. Чёрт знает, что за ядрёная месть бы получилась, если бы эту игру не отменили. В любом случае, речь про побочную игру для франшизы. Неполноценный сиквел, над которым вообще не работали. Сиквел мог бы помочь новичкам втянуться, без отпугивания упущенным контентом и кучей платных дополнений. Но очевидно уже, что сейчас нет на это ни кадров, ни денег. Хотя и сообщается, что Банжи думают над улучшенным процессом адаптации новичков. Марафон занимает много усилий, и провал конца света убавил прибыльности Destiny, что и является единственным источником дохода для студии. Банжи признают, что переборщили с амбициями и начали загонять себя в убыток. Потому и наблюдаем вторую волну сокращений, чтобы сосредоточить усилия исключительно на Судьбине и Марафоне. Все еще трудно поверить, что в Банжи было больше тысячи народу. Те же DE имеют человек 300, поддерживая варф и занимаясь сольфреймом. Набирают здесь людей только по необходимости, и сокращения почти не было, кроме стройного издательства. Есть аргумент, что Destiny выпускает больше контента, чем варф. Но оправдывает ли это разницу кадров почти в тысячу людей, сказать трудно. Издание Gamefile среди источников упоминает, что не хватало людей, которые бы занимались настоящей работой. И вторая волна увольнений планировалась за месяцы до выхода финальной формы. Даже если бы продажи были огромными, сокращения было не избежать. Привести это может к уменьшению количества контента, сокращению амбиций и дополнительному вмешательству Sony в деятельность конторы, которые наверняка рассчитывали на большее, покупая банджи за почти 4 миллиарда долларов. Destiny продолжает выступать дорогой франшизой, не только для разработки, но и для игрока. Дополнения купи, сезоны купи, время на контент тоже трать, пока контент не убрали. Прочий донат тоже на месте. И теперь мы получим игры типа The Forest Descendant, которые по качеству уступают, но для игрока они доступнее. Будь то своим геймплеем или бесплатными обновлениями. Видел я немало постов, где игроки ярко выражали свою радость перехода из Destiny в Descendant. Пока ещё трудно сказать, удержит ли Descendant свою популярность, но я больше чем уверен, что проект смог перенять на себя часть игроков Судьбины, да и Варфа тоже. Обе игры сейчас имеют похожую статистику игроков. И теперь баланс лутер-шутеров живого сервиса пошатнулся. Ошибки Банжи больше не сходят им срок, а последствия ощутимы сейчас. Пока что Банжи заверяет людей, что такие сокращения не заденут планы на будущее, включая те, что на следующий год и дальше. Время покажет, так ли это. Если сокращения планировали месяцами, то и планы на контент могут это учитывать. Но быть может, что эта ситуация выступит грубым пробуждением для студии, и приоритеты такие пересмотрят. Хотя вряд ли стоит ожидать многое, если руководство осталось прежним. Ходит молва, что Банжи будут отходить от ежегодных платных DLC крупного плана, в пользу меньших бесплатных обновлений, типа к свету. Продажи крупных дополнений из года в год падают, да и выступают цена барьером для входа. Но это очевидно скажется как на контенте, так и на доходности. Но кто знает, вдруг больше внимания будут уделять геймплею, вместо менее важных элементов. Насколько я понимаю, будущее судьбин зависит от успеха такого нового подхода и марафона. А пока что на этом всё. И как обычно, благодарю спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока.